Поменялся качественно состав парламента. Кстати, у нас самый большой парламент в стране. Сумма сойти. 110 человек. У нас есть чем похвастаться. И каждый третий теперь на платной основе будет работать. 31 или 35? 35, по-моему. 35, да? Хорошо. Ушел директорат. Становится меньше директоров предприятий, заводов. Приходят лояльные правообластные общественники, спортсмены. Джефф Лонсон, Камиль Бузыкаев. Из СПЧ Зульфия Гайсина, ее заместитель Флюрган Гальянов, а также член Совета Ильдара СНГУ. Это нормальное явление, когда директора предприятия замещаются на общественников? Мы уже давно забыли о том, как устроена политическая система здорового человека и здоровой страны. О том, что в политике, в парламенте должны быть политики. То есть, красные директора, синие директора, голубые директора и прочие директора достаточно редко они возглавляют или, скажем так, избираются на какие-то такие законодательные должности. Это чисто наша такая история, российская и башкирская. Посмотрите на наш горсовет, например. Он целиком состоит из строителей. На 70%, по крайней мере. Почему сейчас меньше стало директоров? Потому что у нас мы планомерно идем к управлению экономикой. Если раньше директор какого-нибудь крупного предприятия, холдинга, стремился попасть во власть, условно говоря, в парламент, в Госдуму, для того, чтобы оптимизировать работу своего предприятия, создать ему максимально удобные условия, либо передать свой опыт управления этой компанией или предприятием на всю страну, это два варианта развития, два варианта мотивации, то сейчас государство не нуждается в директорах, в представительных органах. Сейчас государство все больше и больше начинает управлять экономикой, создавать планы, создавать определенные рамки, регулировать и так далее. Так что, ну, потому в них нет теперь надобности. Нам в парламенте нужна Зульфия Гайсина. — Парламент от этого выигрывает, то, что в общественники приходит? — В идеалистическом смысле, конечно, нет. То есть это тот самый тезис Владимира Ильича Ленина, что кухарка управляет государством. Даже коммунисты в Советском Союзе поняли, что это невозможно. Так что кухарка Гайсина нам точно не нужна. — Ну, мы же не знаем, какой из нее депутат. Может быть, она действительно... — Нет, у нас есть достаточно данных для того, чтобы не делать опасных предположений. То есть Нерон, по-моему, привел своего коня в Сенат, да? Ну, а сенаторы сказали, ну, мы же не знаем, каким он будет сенатором. Вдруг хорошим. — Хорошо, у вас аналогии, конечно, ничего не скажешь. — Да-да-да. — Да-да, это Калибулы был, точно. — А между тем поступают уже наказы. Я напомню, что 5 октября парламент собирается на первое свидание, и уже поступают наказы к активисту Амара Вибулина. попросила новый состав госсобрания Башкирии провести парламентское расследование по ситуации с заводом Корнашпана. Я напомню, что она добивается переноса завода, а также расследование ситуации с источными водами и ее химическим составом. На ваш взгляд, вот этот институт парламентского расследования, он когда-нибудь задействован в Башкирии? Я даже не помню, когда он применялся вообще. В прекрасной Башкирии будущего может быть? Сейчас, конечно, нет. Это безусловно. Я думаю, что Тамара Вибулина в определенном смысле... Она человек искренне непонятный, да, я не пытаюсь ее задеть, но в определенном смысле она наводит наших юных и новых парламентариев на, как сказать, такие сочные делянки. То есть они, конечно, пообщаются с Корнашпаном, но результат будет каким? Кто уедет с этой встречи на новом черном автомобиле? Вы так плохо не думаете? О ком? Нет, я ни о ком плохо не думаю, я вас задаю простой абстрактный вопрос. Ну, или в Аргентину. Или в Аргентину, кстати. Также немножко о госсобрании. Здесь бывший депутат-коммунист, уже бывший депутат-коммунист Ростам Хафизов заметил, что Толкачев бессменно возглавляет госсобрание. Уже при третьем главе Башкирии, Рахимов, Хамитов, Хабиров и, скорее всего, единственный, кто сможет собрать в рабочий коллектив весь столь разношерстный политический состав депутатов. А главное, он тот, кто относительно безболезненно мог бы и до сих пор может провести транзит власти в республике. Вау. О чем это? Какой транзит? Вау. Ну, Хафизов всегда мне представлялся человеком с такой весьма оригинальной и ненормативной логикой. Но начнем с того, что действительно Константин Борисович стал спикером Башкирского парламента еще в прошлом веке. 12 апреля 1999 года он стал спикером парламента Башкирии, а мы уже в 21 веке, а он к нам из 20-го пришел. Насчет вот этих вот суперспособностей Толкачева, о которых грезит Хафизов, что это единственный объединятор и организатор. Ну, давайте стыдно, пожалуй, так рассуждать, что в четырехмиллионной республике нет ни одного человека, который способен что-то вот такое незначительное сделать, а именно как организовать эти нагласные голосования при большинстве одной партии в парламенте. Ну, я не понимаю вообще, почему отношение к Толкачеву столь пиететное у многих. Ну, с Хафизовым, наверное, все понятно. А вот остальные, почему считают его какой-то величиной? То есть, человеку, ну, еще в конце 20-го века, в начале первого десятилетия 21-го века, может быть, парламент Башкирии что-то и представлял из себя с точки зрения, но каких-то технических решений, которые могут быть реализованы. Ну, то есть, он мог что-нибудь взять там и чего-нибудь запретить, например. А сейчас-то это уже абсолютно вертикально интегрированная система, и их главная задача, в первую очередь, это распределение там благ ЖКХ, да, то есть, в виде всевозможных там тарифов и прочих вещей, и, собственно, трансляция, например, в Госдуму заранее обговоренных инициатив. Что тут сложного? Управлять нашим госсобранием, пожалуй, что и какой-нибудь первокурсник из ТФАКа сможет вообще. Я уж не говорю про могучий ЮРФАК. Так что, я не разделяю точку зрения бывшего депутата и нынешнего еще еще коммуниста, господина Хафизова. На ваш взгляд, господин Толкачев досидит до конца легисуата? Вы неправильно ставите знаки препинания. Толкачев досидит до конца. Здесь точка. Случится ли этот конец? Синхронизируется ли он с концом срока действия нашего парламента от нынешней итерации? Это, как говорится, на волю Божьей. То есть, действительно, я полагаю, что продление сроков годности российских чиновников и парламентариев, то есть, было ограничение по возрасту, а сейчас его там продлили до 75 уже, по-моему. Ну, это такая абсолютно предсказуемая картинка. Вот это несменяемое руководство страны, оно естественным образом стареет. Посмотрите, Путин пошел на восьмой десяток, бодр, свежий и красив, правда, никто его давно не видел, но тем не менее. Соответственно, ему как бы уютно, чтобы он был окружен еще более древними стариками. Вот, например, поход Зюганова опять на выборы 24-го года, о чем заявили они заранее, это как раз-таки вот такая вот оттеняющая картинка. А посмотрите, этот совсем ветхий. Ну, то есть, неудивительно это, что люди в таком возрасте там пребывают и продолжают и продолжают пребывать. А вы верите в эту утечку, якобы искреннея, что действительно на предстоящих маратовских выборах господина Путина окружат возрастными соперниками для того, чтобы немножко оттенеть эту тему возрастом. Ну, ровно об этом я и говорил, да. Потому что, конечно, если бы этой инструкции не было, то ее бы точно надо было придумать, ну, с точки зрения политтехнологов Путина. То есть, как бы там ни было, но он уже старик. И он как бы, ну, стремительно стареет, так устроен человеческий организм. И восприятие молодых, например, оно по определению такое восприятие-неприятие. Ну, то есть, они хотели бы видеть людей не настолько старше их во власти, потому что тут вступают уже в силу чисто такие психологические механизмы. То есть, конечно, Путина нужно немножко оттенить, опять, наверное, усадят его несчастного на лошадку, разденут по пояс, он промчится по ручью, может быть, даже поймает какую-нибудь рыбу большую или амфору. Ну, то есть, что-то такое должно происходить сейчас, да, вот такое популистское. Но меня удивляет, что оно до сих пор не происходит. Обычно вот эта кампания начиналась примерно, ну, как минимум за 10 месяцев до выборов, а иногда и за год. Ну, то есть, вот вытаскивание из нафталина, значит, отряхивание и показ в лучшем виде. Сейчас у нас до выборов осталось уже, ну, полгода, да? А тише да гладь. То есть, те упоминания о Путине, ну, в социально-экономическом плане, которые идут в СМИ, ну, они никак не тянут на предвыборную кампанию. То есть, возможно, здесь сейчас принят такой концепт, а проведем-ка мы эти выборы тихо, а потом просто всем скажем, что все за. Ну, то есть, опять, фальсификация единства, да? Так что, ну, вот мне это на самом деле странно.